Друзья, вы знали, что как в пост, так и в святке, в принципе, не положено иметь такие вот плоские супружеские отношения. В интернете есть об этом форумы, где православные прям спрашивают, а правда ли нельзя, или все-таки можно, в чем тут дело. И не все знают. Я сегодня хотел объяснить, почему это как бы не принято объяснить и для тех, у кого нет семьи, потому что это очень важно. Это касается как раз-таки нашего святочного периода. Вот сегодня мы ночью, Бог даст, или завтра утром пойдем в храмы, будет Рождество Христово. Всех поздравляю с наступающим праздником. И что произойдет? А произойдет вот что. У нас завершится пост, длинный пост, когда мы тоже воздерживались от телесных отношений. И вроде бы наступает праздник, почему же и дальше нельзя? В чем тут закавыка? А в том, что мы с вами призваны праздновать святки Рождества духовно. Вот есть светлые седмицы, да? Помните там, как написано в уставе, что все верные должны непрестанно пребывать в храмах, там в словословиях, причащении святых христовых тайн, восхвалять Господа, что-то такое. То же самое и после Рождества Христова. Праздник длится. Длится до 19-го, до крещения. Церковь нас призывает на пир, но на пир духовный. И в принципе, вот в идеальной жизни, да? В идеальной жизни, если мы, например, не работаем, да? Если у нас супруг воцерковленный тоже нас поддерживает, то мы с вами, если мы искренне верим в Бога и стремимся к Нему, то мы с вами каждый день в идеале ходим в церковь по утрам, причащаемся. Причем пост не нужно соблюдать привычный, да? Кроме евхаристического, да? Ну и не обжираясь. Вот. То есть мы кушаем все, что можно кушать, там мясо, но нас батюшки благословляют причащаться. И мы вот в такой духовной радости переживаем праздник Рождества каждый день. Вот то ощущение благодати, которое, я уверен, с Божьей помощью коснется большинства из нас, которые воздерживались в пост и стремились к этому празднику издалека еще, там, с начала декабря. Вот повторяется это торжество каждый день. Каждый день мы в храме, мы причащаемся, мы поем рождественские песни. И вот духовно празднуем это великое чудо, что Бог умолился, стал человеком, пришел к нам. Эти удивительные слова. Каждый раз мы слышим, каждый раз удивляемся. Таким образом, здесь, а почему нельзя тогда, ну почему не принято иметь плоские отношения? Да потому что, когда мы причащаемся, то мы соблюдаем евхаристический пост, и в ночь перед причастием, да, мы, естественно, этого всего избегаем. Ну ведь каждый, кто причащался, понимает, почему это нельзя делать. Понимает прям не просто потому, что нельзя, а понимает, почему внутренне. Что тут явно не до этого сейчас. Вот. И поскольку у нас вот такая духовно напряженная жизнь, то поэтому и не принято этим заниматься в святке, потому что мы все в храмах, мы все причащаемся, мы все радуемся. Вот. Но я оговорюсь, что, естественно, если у нас не будет такой насыщенный, ну как бы вы можете, во-первых, об этом посоветоваться со священником, если вас это прям, ну пугает, да, что вот это все, спросите у своего батюшки, что к чему. Но общий посыл, и что священники, я тоже в интернете почитал, говорят, они говорят именно так, что не надо как бы не налагать бремена, неудобоносимый друг на друга. И, как я понимаю, если вы все равно как бы, ну, не можете каждый день ходить в храм, да, то, наверное, и воздержание здесь может быть телесное, вот такое неуместное. Но опять же, это все сугубо нужно решать лично. Вот. Потому что в одном случае ты, у тебя будет совесть, тебя будет сильно мучить, а в другом случае у тебя муж от тебя уйдет там, да. И вот, как бы понятно, да. Таким образом, а что для тех, у кого нет семьи? Зачем я это все рассказывал? Ну, во-первых, затем, чтобы объяснить, объявить об этой радости, к чему мы призваны на святках. Во-вторых, чтобы мы с вами поняли, как надо беречь то, что мы получим в Рождество. Мы уже привыкли к посту. Давайте этот пост продолжим, продолжим в хорошем смысле. То есть, не будем обжираться, не будем пересматривать лишнего телевизора, не будем лишнего пересматривать, переслушивать песни, не будем излишне углубляться в суету. Потому что каждый раз после поста, в первый праздник, да, вот после поста мы внутри себя, как бы вот вы это прям точно ощутите, я уверен, переключаем тумблер, что бамс, ой, вот об этом-то я запрещал себе думать все предыдущие там 30 дней, а сейчас можно, а сейчас можно. И мы начинаем. И все, лавина просто будет из нас как бы тхлынет. Это лавина из нас, и вот эта лавина суеты, лавина ненужных мыслей, лавина ненужных дел, пустоты, она нас поглотит. Но церковь, повторюсь, наша мать церковь нам говорит, друзья, давайте эти святки проведем благочестиво, упражняясь в сохранении той памяти о Рождестве, которая у нас есть. Давайте будем почаще петь тропарь, почаще поздравить друг друга с праздником, молиться, вспоминать, что я причащался в рождественскую ночь, еще в воскресенье пойду, и что еще потом пойду, и что для меня эти дни, эти дни, когда я максимально полно стараюсь пребывать с Богом, я целый пост к этому готовился, чтобы воспринять эту благодать. И теперь что, я все потеряю 8 числа? Да не будет этого, Божьей помощи. Надеюсь, я непутанно объяснил, если что-то непонятно спрашивать у священников. С праздником, с праздником Христос рождается. Субтитры создавал DimaTorzok